Уважаемые депутаты Народного собрания Гагаузии, Вы сегодня являетесь элитой Гагаузии, и у Вас есть право участвовать в процессе принятия решений, нацеленных на развитие автономии, на рост благосостояния и безопасности людей. Никто не рождается подготовленным к задачам и вызовам, которые встают перед нами на разных этапах жизни. Но у нас всегда есть возможность собраться, переосмыслить наше поведение и наше отношение к людям, которые нам доверили право управлять автономией и их судьбами. Правда, жизнь не в том, что куда бы мы ни пошли и чем бы мы ни занимались, мы проходим испытания. Это испытания нашей способности сохранять и соблюдать наши принципы. Уверена, что во время предвыборной кампании все Вы говорили избирателям о Вашем твердом намерении направлять Вашу энергию, все Ваши таланты на развитие Гагаузии и населенных пунктов, которые поддержали Вас. Вы обещали посвятить себя решению проблем людей и, самое главное, созданию лучшего будущего для наших детей и наших внуков. Сейчас пришло время достойно пройти это личное испытание и соответствовать тем принципам, которые Вы объявили важными для Вас. Сейчас время показать пример достойного поведения, пример, способный вызвать гордость у Ваших избирателей. Сейчас время показать, что все Ваши мысли направлены на развитие Гагаузии и что Вы генерируете идеи и проекты, способные определить рост благосостояния и безопасности людей. Сейчас время показать, что Вы способны создать единую команду из 35 разных людей, которых объединяет цель служить жителям Гагаузии. Уже прошло два месяца Вашего мандата, и эти два месяца не были посвящены жителям Гагаузии. Уважаемые депутаты, Вашей волей не должен управлять кто-то из Кишинева или из других столиц, и Ваша воля не должна быть подчинена какой-либо партии. Самыми важными людьми для Вас должны быть избиратели Ваших округов, даже те, которые за Вас не голосовали. Их мнение должно быть основным для Вас, и они должны стать Вашими лучшими советчиками. Народ Гагаузии мудр, и Вы сможете найти у избирателей подходящие советы, которые помогут Вам создать народное собрание, способное вызвать гордость у всех нас. Вы должны создать свое видение будущего. Мы все должны благодарить прошлое за то, что мы сегодня есть. И далее мы должны сосредоточить всю свою энергию на изменении настоящего и принятии решений, связанных с будущим. Лучший способ предсказать будущее – это принимать решения, которые построят будущее. Учтите, все, что мы сегодня делаем, хорошее или плохое, повлияет на будущее Гагаузии и ее жителей. Именно поэтому мы должны учесть, что недостойными поступками и действиями нельзя построить лучшее будущее. Каждый недостойный или эгоистичный поступок сегодня означает дополнительную проблему в будущем, которую придется решать нашим детям и внукам. Но мы и так оставим следующим поколениям достаточно проблем. Давайте думать и действовать таким образом, чтобы создавать возможности для поколений, следующих за нами. Призываю вас всех подняться над личным и групповым эгоизмом. Объединяйтесь вокруг идей и проектов развития Гагаузии. Это единственный верный путь для команды депутатов Народного собрания. В начале вашего мандата я назвала вас героями и чемпионами Гагаузии. Уверена, что жители автономии хотят, чтобы вы стали героями и чемпионами. Объединяйтесь не против кого-то. Объединяйтесь исключительно для строительства и созидания. Только так мы объединим народ Гагаузии. Только так мы завтра будем сильнее, лучше и добрее, чем сегодня. Верим в вас и надеемся на вашу мудрость и на вашу способность посвятить себя народу Гагаузии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!